Здравствуйте, я Алик из Саратова. Мы с братом Рафиком на рынке немножко торгуем овощи и фрукты. Идите туда, скажите, что от Алика вам скидка будет. Еще у меня есть жена Этери, красивая женщина, просто вот как розочка. Это вообще ее вот поставить и любоваться на нее. Она мне вопросы задает иногда, очень интересные. Этери, что ты меня спросил последний раз? Пускай тебе вопросы твои. Текерка задает это банана. Я ее поймаю, крутился у ее продуктового майбу. Я не крутился, не крутился я там это мамой клянусь, ну. Да, дегам это мамой. Пожалуйста, ну скажи, ну что ты меня спросила? Там я слыхала просто, что импортозамещение у нас накрылось. Да, да, вот какой ты умный человек у меня. Вот все ты схватываешь, все понимаешь. Да, мадам моя золотая. Ламазимая, ну. Точно, совершенно, вот это сенатор Клишас есть, да. Ну, человек он так себе, Аркация, ну. Но у них было недавно заседание одно, и он там сказал, что в России полностью провалилось импортозамещение. Что я буду зря болтать, у меня даже есть вот распечатка небольшая. Клишас говорит, программа импортозамещения провалена полностью, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят по товарам народного потребления и во многих других сферах. А у некоторых руководителей есть простое желание не добиваться нашей экономической независимости, а пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую теперь китайскую иглу. Как-то неудобно получилось, да. А главное, неожиданно, столько людям говорили, и президентику нашему говорили, Владимиру Владимировичу, импортозамещение, импортозамещение. А теперь выходит на китайскую иглу захотел Клишас. Но понимаешь, здесь один маленький нюанс есть. Китайцы, которые говорили, это наши друзья, они нам помогут, все восстановят, все поставки будут делать. Нет, ребята, китайчики это такие люди восточные, они поулебаются тебе, они погладят, приласкают, скажут, мы, мы хорошие, мы друзья, мы добрососедские отношения, санкции мы не делаем, нет. Но китайские дроны не поставляются больше в Россию. Телекоммуникационное оборудование не поставляется больше в Россию. Смартфоны упали, ноутбуки упали по ставке на 40, на 60 процентов. Китайские ученые больше не сотрудничают с российскими учеными из РАН. И они еще, во-первых, пустили поезд в обход России, товарный в Европу. И многое, многое другое. А санкции они не вводили, нет. Так что я даже не знаю, дорогой сенатор Клишас, получится ли сесть на китайскую иглу, а? Или придется самим себя удовлетворять? Нет, они, правда, могут прислать такие игрушки, знаешь, вот китайские, это пока еще не запрещено. Вот такие продолговатые, там, звучит такая штучка, дергается. Можете там взять это себе в Сенат, в Думку, сесть и получать удовольствие. Да не клялся я твоей мамой, дядя Гамлет, нет, тебе послышалось, ну. А, не кричи, сейчас приду, VPN тебе поставлю, будешь девочек смотреть, а не подслушивать меня. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!